От Полярного круга до Новой Гвинеи. География, как и историческая ценность открытия учёных из Русского географического общества, впечатляет. Именно 18 августа в 1845 году Николай I утвердил временный устав организации. С тех пор общество не прекращало свои работы ни на один день, даже в военные годы. Имена его членов широко известны. Есть среди них и те, кто сделал для Севастополя немало. Например, выдающийся адмирал Михаил Петрович Лазарев. Он открыл Антарктиду, был командующим Черноморским флотом и почётным членом Русского географического общества. Сегодня всех членов РГО с профессиональным праздником поздравил президент России Владимир Путин. Поздравление от его имени зачитал Владимир Воробьёв, председатель Севастопольского отделения РГО. Отравлено, что и сегодня РГО объединяет своими задачами большое количество энергичных и равнодушных людей самых разных возрастов, профессий, добровольцев и волонтёров. Силами общества воплощается в жизнь востребованные научные, образовательные, просветительские, природоохранные, творческие проекты. Такие, как уже ставший легендарный всероссийский географический дикторант. Ко дню основания РГО приурочен День географа. Один из самых молодых профессиональных праздников России. Отмечают его только третий год. Современное РГО – мощная структура. Значение организации для нашей страны и нашей науки сложно переоценить. Это самая старейшая общественная организация, которая ни на секунду не прекращала свою деятельность. И действительно, благодаря этой организации у нас были совершены новые открытия. Открывались те города, страны, континенты. Я очень этим горжусь. Поздравляем всех географов и всех, кто причастен к новым открытиям. И, конечно, хочется сказать, что и пожелать всем еще новых открытий и внутри нашей страны, и вообще в целом мире. А вот в Севастополе отделение РГО было открыто 5 мая 2014 года. Сегодня оно реализует множество проектов. Это историко-культурная, научная деятельность и развитие туризма в Севастополе. Самое главное, что это история, которую мы сейчас передаем. И важно, чтобы уже сейчас мы продолжали исследовательскую деятельность. Прививали к нашему молодому уже поколению интерес к этому. Очень важно, и что РГО, конечно, и в Севастополе наше Севастопольское отделение уже тоже здесь существует. В таком замечательном месте на Константиновской батарее. Это тоже определенный интерес, потому что она же была восстановлена. И теперь это, посмотрите, какое-то замечательное место, куда также и школьники, и гости города, и жители города с большим удовольствием приходят. Штаб-квартира Русского географического общества в Севастополе – территория музейно-выставочного комплекса Константиновского батарея. Как раз благодаря усилиям РГО закрытый военный объект несколько лет назад обрел новую жизнь. В честь основания Русского географического общества здесь всегда проходят торжественные мероприятия – традиционные возложения цветов к братской могиле защитников Константиновского форта. Еще одна традиция – подъем над Константиновским фортом самого большого флага Русского географического общества. Занимается РГО и образовательными проектами, проводит экскурсии и лекции для детей, молодежи и военнослужащих. Один из таких проектов – киномарафон «Открываем Россию заново. Вместе». Ставтовал он как раз на Константиновской батарее. Открыла киномарафон лента «Крым. Терра инкогнито». На латыни это означает «неизвестная земля». Такой она была для главного героя фильма итальянского бизнесмена Роберто Лелли. В 2009 году он переехал сюда и просто влюбился в Крым и в людей, населяющих полуостров. Но чем же так захватил его наш край? Приехали сюда. Почему? Потому что тут было все, кроме итальянского вкусного мороженого. И Роберто Лелли решил, что нужно исправить это досадное упущение. И открыл здесь небольшой магазинчик мороженого. А еще итальянец встретил в Крыму свою любовь, женился, у него родились двое детей. Почти через весь фильм, в котором речь идет от первого лица, прослеживается главная мысль Роберто Лелли. Крым прекрасен и он очень напоминает ему его родную Италию. Много всего, типа гора моря, типа так, очень много мест там в Италии есть. Типа вот эта культура, например, вино, культура, тоже люди местные, типа как юг Италии. Я и центр, но все равно в юг едем. А теперь даже мороженое такое? И итальянское мороженое. Используем местопродукты, но итальянская технология. В программе «Киномарафон» открываем Россию заново, вместе. 100 уникальных документальных фильмов из фондов Русского географического общества об исследованиях и экспедициях в истории России и заповедной природе страны, о биографиях легендарных путешественников и первооткрывателей. Конечно, наши ребята, наши школьники обязательно придут, обязательно посмотрят, потому что будут разные фильмы. Это очень интересные фильмы. И как раз через такие фильмы мы прививаем к ребятам чувство, которое их заставляет изучать, заставляет смотреть на мир вокруг и на свою страну, на свой город чуть-чуть другими глазами. Продлится киномарафон от Русского географического общества вплоть до 27 сентября. Показы пройдут на различных площадках города. Кроме Константиновской батареи, это ретро-кинотеатр «Украина», кинотеатр «Победа», эко-парк «Лукоморье». Светослав Данилов, Андрей Вовк, Новости Севастополя. Субтитры создавал DimaTorzok